Битва вокруг С-400 американцами проиграна. 9 апреля 2019 года военно-промышленный курьер битвы вокруг С-400 американцами проиграна. США пытаются ударить по контракту со стороны России или хотя бы нагадить яростные попытки Вашингтона заставить Турцию отказаться от приобретения российского зенитно-ракетного комплекса С-400 успеха не имеют. Даже озвученный вице-президентом США фактически ультимату Манка и Эрдогана нисколько не впечатлил. Напомним, что Майкл Пенс на мероприятии под названием НАТО вовлекает, проведенном на полях саммита НАТО в Вашингтоне, фактически пригрозил исключением Турции из НАТО. Турция должна сделать выбор, хочет ли она оставаться критически важным партнером наиболее успешного военного альянса в мировой истории, или она хочет подвергнуть риску безопасность этого партнерства, приняв безрассудное решение, подрывающее этот альянс, сказал вице-президент США. Комментируя этот американский ультиматум, Эрдоган заявил, что Турция продолжает перечислять оплату за российские оборонительные системы и тема контракта с Россией закрыта. К этому он присовокупил, что американский ЗРК «Патриот», который турецкая сторона намеревалась приобрести, уступает российскому комплексу по большинству параметрам. Кроме того, условия, предлагаемые Москвой для Турции, более привлекательны, чем американские. Таким образом, Эрдоган дал понять, что американцам нечего предложить Анкаре кроме угроз, и потому дальнейший диалог с США на тему приобретать Турции с 400 лишен смысла. И очевидно, что в Вашингтоне, натолкнувшись на железное упорство турецкого лидера, пытаются теперь помешать столь ненавистной сделке, действуя на российскую сторону. В СМИ появился слив со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, сообщившего, что Вашингтон буквально шокирован, в хорошем смысле, решением Москвы продать свои новейшие ЗРК, являющиеся основой ПВО России, стране-члены НАТО. Американский чиновник, как сообщает турецкая газета Daily Saber, выразил радостную надежду, что в самое ближайшее время разведчики США и их союзников получат неограниченный доступ к российскому комплексу для его детального изучения. И шок американцев связан с тем, что Кремль ничуть не беспокоится по поводу столь очевидной перспективы. Однако эта подача вызывает вполне обоснованный вопрос, а что же американцы так яростно возражают против возможности получить беспрепятственный доступ для изучения С-400? Можно не сомневаться, что когда в Москве принималось решение о продаже комплекса Турции, такая возможность, конечно же, учитывалась. Как известно, экспортный вариант такого рода техники несколько отличается от того, что поступает в свои вооруженные силы – это обычная практика экспортеров вооружения. Кроме того, далеко не факт, что американские специалисты получат доступ к турецким С-400. В Анкаре вполне отчетливо дают понять, что приобретают комплексы, в том числе и для того, чтобы иметь надежную защиту и от своих союзников, в добрых намерениях которых турки все более сомневаются. Все эти факторы, разумеется, прекрасно известны и изучены, и надеются на то, что американцы такой незатейливой информационной провокацией помешают осуществлению этого важного, в том числе и для Москвы, контракта – просто смешно. Так что есть все основания полагать, что этот вброс адресован, прежде всего, российским оппозиционным группам, чтобы дать им основания для обвинений власти в том, что она из корыстных пробуждений готова пожертвовать обороноспособностью страны и, совершив акт измены, фактически продать секретные разработки американцам. То, что они сегодня концентрируют свои усилия на этом направлении, говорит о том, что сражение вокруг С-400 Вашингтон уже проиграл, и единственное, что ему остается гадать участникам столь неприятной для него сделки. Борис Джерельевский Газета «Военно-промышленный курьер» Право на данный материал принадлежат «Военно-промышленный курьер». Материал размещен правообладателям в открытом доступе.